друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе оставляйте ваши вопросы в секции с комментарии по тем инструментам которые вас интересуют но которых я не касаюсь и ну и конечно же друзья не забывайте ставить лайки ну что сегодня поскольку торговой сессии вторника традиционно в начале недели у нас практически нету стоящих макроэкономических отсчетов эта неделя не исключение основные релизы пойдут завтра завтра свидания банка канады данные по инфляции в сша выступление филипп лоу который возглавляет резервный банк австралии вот на этих активов мы сфокусируемся а сегодня друзья мы продолжаем работать с теми тенденциями основа для которых была заложена еще в конце прошлой неделе в частности по индексу доллара у нас 92 33 локально мы сейчас действительно снижаемся ни в коем случае не хочу накаркать чтобы не получилось так чтобы индекс доллар оказался еще выше в течение всего вчерашнего дня мне довелось друзьям ознакомиться с содержанием целого ряда инвестиционных бюллетеней заметок от крупнейших инвестбанков и если говорить о какой-то медианной оценке того что может произойти с долларом дальше среднее как бы мнение потому что стоит ожидать от индекса доллара это максимум движения в районе 92 с половиной пунктов после чего скорее всего снова будет развиваться нисходящая тенденция которая нам и необходимо тот рост доллара который ранее мы видели это следствие повышение доходности американских облигаций колоссальные распродажи на рынке казначейского долга причем если кстати вы присутствовали на вчерашнем вебинаре мы очень много времени посвятили разбору полетов потому что происходит с рынком долга сша причем разбирали рост доходность американских облигаций как с точки зрения улучшения экономических условий в штатах если например кто-то считает что облигации будут расти из-за того что экономика начинает вставать с колен я привел свои доводы аргументы почему на самом деле не все так безобычно сейчас для американской экономики ну и конечно же мы разбирали ситуацию с ростом казначейского долга с позиции того что трейдеры закладываются под скорое изменение денежно-кредитной политики в штатах то есть якобы из-за того что экономические условия улучшились а инфляция растет фрс может начать повышать процентные ставки и потихонечку сворачивать программу количественного смягчения но здесь также очень много было сказано касательно того что нет не будет фрс ничего делать с денежно-кредитной политикой по крайней мере в рамках этого года друзья точно можете быть спокойны и как бы в качестве главного вывода который я хотел сделать опять в ходе своего на на вебинара и идеи которую я сейчас транслирую вам друзья нету каких-то совсем уж системных катализаторов для того чтобы ситуация на американском рынке долга развивалась в том же ключе что и сейчас поэтому очень многие считают что речь идет о простом коррекционном откате как на рынке облигаций который еще подпитан локальными страхами но не очень быстро сойдут на рынок и раз это коррекция то тренда который был заложен еще в двадцатом году он остается в своей как бы носили и мы вернемся к развитию именно нисходящей динамики как только нужным образом а сложится новостной фон сегодня как вы помните мы начали эту неделю с новости о том что сенат конгресса американского одобрил принятие новых мер фискального стимулирования с минимальными правками поскольку эти правки все-таки были этот документ снова вернули на дополнительное согласование в палату представителей и в понедельник же нам отметили точнее что рассмотрение в палаты представителей этого документа окончательно пройдет сегодня друзья но вот пока готовился к этому брифингу новости которая буквально несколько часов от лидера палаты представителей нэнси пилоси то что рассмотрение документа едет на один день вперед и этим законопроектом они вплотную займутся в среду то есть завтра и соответственно окончательное решение о том чтобы американская экономика получила наконец таки вот эти в день 9 триллиона долларов а сейчас локально ставится на холд и мы вынуждены снова ждать но ждать осталось недолго потому что дедлайн выдерживается 14 марта этой недели когда сто процентов будут подписей и тотальным всего конгресса под этим на документом экономическими стимулами и законопроект станет полноценным законом потому что его подпишет американский президентом джоаха байден сегодня мы локальные видим что индекс доллара снижается вполне возможно друзья что это и есть развитие возобновления постепенная распродаж индекса доллара как раз в расчете на то что приход в экономику новых денег в огромных объемах напоминаю что каждый американец большинство американцев хорошо такое уточнение будет более верным получит по 1400 долларов и эти деньги создадут невероятно потрясающие хорошие условия для того чтобы заработать на фондовом рынке сша в категории рисковых инструментов и сегодня мы реально видим как и снг и подрастает 3850 пунктов и ранее я поставил цель в качестве ориентира для снг это 4000 пунктов короче друзья на фоне очень хорошего условия для роста снг на фоне того что есть конкретное вполне реальное целевое ожидание я думаю что защитные инструменты которым относится в том числе и доллар но не будут пользоваться таким спросом как мы видели ранее поэтому присоединяюсь к позиции ряда инвестбанков и считаю что выше 92 50 мы индекс доллара не увидим и хорошо стоит готовиться к дополнительным на распродаже то же самое по золоту 1688 консолидация ниже 1700 долларов за тройскую унцию ситуация аналогичная то есть у нас в связке работают идея индекс доллара золото и американский фондовый рынок snp то есть мой расчет вам известен я жду притока в экономику вот этих двух триллионов долларов и я жду роста американского фондового рынка роста золота на фоне инфляционных инфляционных ожиданий и соответственно ослабление курса на американской валюты не в 6880 помимо того что конец прошлой недели стал крайне результативным для рынка углеводородов из-за того что страна пек плюс так и не согласовали рост нефтедобычи сейчас котировки подогревали еще и инциденты связанные с эскалацией напряженности на ближнем востоке после атаки яминских уситов на нефтяные объекты саудовской арабии хотя многие считают что эта тема уже сошла на нет и на нее не стоит сейчас ополагаться друзья рынок нефти конечно же удивляет в частности своей мощной динамикой многие у меня спрашивают что с брендом пример будет дальше учитывая то что странная пик плюс а так и не приняли решение увеличить нефтью добычу вопрос очень хороший если как бы пробежаться по всем канонам фундаментального анализа получается что если следующее заседание потенциальное решение и новости которые могут обвалить рынок нефти возможны только на следующем заседании опек плюс на котором снова поднимут вопрос о том сколько нефти можно добывать в текущих экономических условиях следующее заседание опек состоится 7 апреля то есть до этих пор по идее у котировок есть возможность продолжить восстановление тем более что если вернуться к вот это вот позиции саудовской аравии которая своими решениями является локомотивом всех тенденций которые сейчас и присутствует то есть я думаю что большую даже поддержку рынку нефти оказала не желание в совокупности страны опек увеличивать нефтедобычу а именно позиции саудовской аравии которая не вернула на рынок тот самый 1 миллион баррелей нефти в сутки который был изъят в рамках одностороннего соглашения чего добивается саудовская аравия но видимо более высоких цен на нефть и возможности частично эта цель выполнена потому что после того как мы ознакомились с итогами заседания пик плюс котировки нефти выросли больше чем на 5 процентов и возвращаясь к тому до каких уровней же потенциально может тогда расти брэк то оптимальным показателем ценовым для достаточности бюджета саудовской аравии являются значение 89 долларов за баррель но мне друзья эти уровни кажутся абсолютно немыслимыми я от рынка нефти сейчас будут держаться подальше и в будущем если и предприму какую-то активность то это сто процентов будет активности направленная на попытку поймать коррекционный откат я считаю что рынок нефти это исключительно спекулятивная среда которая сейчас затащила его к ненормальным уровнем с учетом текущих экономических условий в мировой экономике кстати друзья мне очень интересно ваше мнение что вы думаете по поводу рынка нефти ну и по остальным активом евро против доллара 1 1857 ждем завтрашнее заседание европейского центрального банка точнее заседание cb который состоится в четверг и ждем потенциальную поддержку для курса европейской валюты потому что мягкая риторика цб в последних мне кажется 6 или 7 заседаний из восьми оказывала именно такое влияние на курсы главного валютного риска сегодня в 13.00 темпы экономического роста выйдут отчеты ввп за четвертый квартал годовая оценка но я думаю что там изменений практически уже никаких не будет потому что всем уже ясно что какие показатели а сейчас характеризуют европейскую экономику фунт против доллара после того как мы сделали цель 138 я пока что не рекомендую открывать новых позиций будет еще возможность друзья приобщиться к трейдингу и по фунту доллар канадец 126 50 длинная позиция приоритете ждем завтра завтрашнее заседание банка канады прогнозы по экономическому росту и решение по поводу процентной ставки и объема программы количественного смягчения снп как я уже отметил 3850 цель 4000 пунктов на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего торговой сессии всем пока